Доброго времени суток, дорогие друзья, зрители, слушатели канала Project Bravo. С вами сегодня Ангелина, и я представляю вам еще гостью частую на нашем канале Светлана Лаврова. Как вы уже все знаете, она у нас автоном, наш любимый автоном. У нее своя и школа автономии, канал психологии. Она проводит очень много разных марафонов. Вот у нее огромная такая активная, бурная деятельность. Все связано с автономией. Она также будет, я так понимаю, на слете автонома всемирном 14 октября. И может быть, Светлана, что-нибудь вы скажете, дополните про себя, потому что я вас представляю, представляю. Может быть, я что-то уже главное забыла, или, может, что-то новенькое появилось, чтобы вы дополнили свое представление. Вам слово. Да. Мне очень приятно вновь находиться на этом канале. Пусть даже это новый канал, и я думаю, что он будет еще больше, еще сильнее, и еще осознаннее, чем был до этого, и я в этом просто уверена, потому что этот канал уже с определенным фундаментом. И мне очень приятно, что я вновь один из первых, кто появился на этом канале. То, что касаемо про слет, про всемирный слет автономов, если честно, я там не буду. Я думаю, что там, наверное, есть какие-то другие мастера, которые более интересны, поэтому как бы у меня приглашение не поступало, и у меня в это время у меня будет ретрит московский. А, нет, у меня будет 27-го числа ретрит московский. Но если я даже не знаю, какие числа у этого слета, потому что мне как бы так мимоходом ребята говорят, просят туда приехать, но если организаторы не сообщили, я думаю, что, наверное, там есть более интересные люди. Это действительно так. Как бы я не самый интересный человек, есть если это всемирный слет, то, наверное, там будет очень много крутых мастеров. И здорово, кто поедет на этот слет. Наверное, ребята что-то новое для себя обязательно там найдут, видят, и какие-то новые осознания. Да, что тут с проводом играется. Да, интересно. Я как бы думала, что вы там будете, почему-то даже не сомневалась. Но, может быть, Вселенная сейчас что-нибудь в этом поменяет, и вам организаторы предложат, и, может быть, так оно и будет. Посмотрим. Там же нужно ещё время скорректировать. У меня тоже график такой достаточно плотный. И сейчас могу сказать, что благодаря ребятам, благодаря запросам ребят, появляются всё новые и новые проекты для осознания. То есть я могу сказать, что я не делаю акцент на образе жизни, на образе жизни в виде питания. Я делаю акцент на том, чтобы перейти в следующую плотность, в другую плотность, в осознание, в пробуждение, в просветление. Это можно назвать как хотите. И когда вы находитесь в том состоянии, то такие банальные вещи, связанные с эмоциями, в том числе и еда, они у вас отваливаются автоматически. Все вот эти быстро получаемые эмоциональные всплески, они находятся только на этом уровне восприятия. И какие бы вы диеты не делали, какие бы вы голодания не проводили, какие бы вы эти каскады, не каскады, что бы вы ни делали, если у вас не щёлкнет вот это вот осознание, что есть следующий уровень дня, то вы можете вот в этих голоданиях просто погрузиться. И у меня есть чат «Школа автономии». Там достаточно много ребят, много ребят-практиков. И они, конечно же, туда попадают, но я думаю, что 90%, 95% – это те, кто знает меня. И 5% – это, наверное, которые приглашают своих друзей, чтобы привести их к чему-то, одарить их добром. И ребята смотрят мои эфиры, но я всё равно вижу периодически, кто-то, например, там скидывает. А у меня есть инструкция, как перейти на малоедение. А у меня есть инструкция, как почистить вот это. И все начинают, и скиньте мне в личку, а скиньте туда, а скиньте сюда. И я каждый эфир продолжаю, продолжаю говорить, что, ребята, это так не работает. Когда вы начинаете кидаться из одного состояния, из одних чистых, из одних голодовок в другие, из одних ограничений в другие, вы измучаетесь. Вы измучаетесь физически, вы измучаетесь психологически. И вы не найдёте себя. Но когда вы позволяете себе быть собой, у вас не остаётся времени на какие-то банальности, чтобы выцепить из этой жизни эмоции, потому что эмоции для вас они будут уже неактуальны. Вы пойдёте в чувствование через ощущение. Что такое ощущение? Когда вы начинаете… Вот это тело, оно нам дано для ощущения, для ощущения этой плотности. И когда вы через ощущение начинаете ловить себя, это ощущение, это может быть бег, это может быть какая-то спортивная, любая физика, это могут быть танцы, это может быть гитара, это может быть какой-то музыкальный инструмент, стихи, песни, горы, плавание, всё что угодно. И когда вы погружаетесь в чувствование себя, разнообразное чувство себя, как бы с разных граней себя прощупывая, не только я начал заниматься бегом, всё, и побежал, и бегаю там до беспамятства. Когда вы оттачиваете через ощущение, вы доходите до своего чувствования. И когда доходите до чувствования, тогда это глубина, это глубина самого себя. И когда она раскрывается, то пыль эмоциональная вам становится неинтересна. И всё, что связано с этой эмоциональной пылью, это быстрое получение эмоций, это всё уходит на второй план. Но это даже не то, что на второй план уходит, это остаётся в той жизни. Это касаемо быстрого получения, это как от еды, так же от секса. То есть понятно, что в следующем плане, в следующем уровне себя у вас будет секс, но это будет уже не эти тёрочки, это будет другое ощущение через чувствование, чувствование через подачу ощущения. И это абсолютно про другое. Я с ребятами очень часто, уже мы стали ему говорить это в клубе, что это такое. У нас проходят постоянные эфиры, чтобы я это раскрывала. И марафоны я для ребят сейчас сделала, чтобы раскрывать каждый. То есть я не могу в один марафон всё впихнуть, поэтому я сделала несколько марафонов, и каждый для себя выбирает, то, что для него актуально на данный момент. Они очень бюджетные, совсем-совсем бюджетные. Вы, наверное, столько на еду тратите в 2-3 дня максимум. Специально сделали, чтобы максимум ребят могли прослушать, что-то для себя взять и что-то куда-то выйти, чтобы для них был какой-то пинок. И когда вы понимаете, что всё, что вы сейчас выйдете, вы чем-то недовольны только лишь потому, что вы не у себя. И на сегодняшний день я же не просто так взяла вот эту вот тему, тема «Оплаченная глубина». очень многие ребята, действительно очень многие ребята, они начинают писать мне в личку такие моменты, как «Если ты просветлённая, ты должна дать безоплатно, если ты пробуждённая, ты должна это, если ты пробуждённая». И в основном это всё касается либо денежного ресурса, либо энергоресурса моего времени. Но энергоресурс – это и есть денежный ресурс, это и есть финансовый ресурс. И когда мы говорим об «Оплаченной глубине», я никогда не сюсюкаюсь с ребятами, потому что через поглаживание вы можете найти себе абсолютно любого мастера, он вас может гладить, наглаживать годами, и вы будете к нему ходить просто потому, что вам нравится этот лайтовый массаж. Но это не про меня абсолютно. Ребят, если вы не отдаёте свою энергию в виде денежного ресурса, в виде какого-то эмоционального ресурса, в виде какого-то энергообмена, то вы получите ровно то, что вы дали. Вот что вы заплатили собой, своим временем, своим осознанием, своим опытом, вы ровно столько получите от другого человека. Другой человек – это может быть, я не знаю, какой-нибудь человек, который не умеет, не читать, не писать, не рисовать, не танцевать, либо это может какой-то президент какой-то страны, у которого есть такой определённый большой опыт, опыт всей России, международный опыт какой-то. Но вы возьмёте ровно столько, сколько вы оплатили, неважно от кого, неважно, кто вам будет давать. Либо один человек вам даёт пакетик, либо второй вам даёт целый вагон. Вы сможете взять только то, что вы оплатили. вы оплатили своим энергоресурсом. И вот насколько вы оплатили, настолько вы окнётесь в глубину себя. По-другому быть не может. Вы можете говорить, что там вы такой весь благостный, да ерунда это всё. Если ты такой благостный, то ты почему тогда хочешь что-то взять без оплаты? Почему ты не хочешь отдать? То есть у меня же очень много, у меня действительно очень много ребят, которым я отдаю, просто потому, что мне хочется отдавать. Но они даже сами не осознают, как они мне дают другим. Они мне дают своим вот этим вот восторгом, что у них. Они дают мне своим раскрытием. Они мне дают какие-то моменты, они помогают мне. Где-то там что-то организовать, что-то кому-то сделать, где-то там ещё что-то. И вот этот вот энергообмен, он закручивается, он закручивается очень круто. Я не нуждаюсь в финансах, я не нуждаюсь в деньгах, в том смысле, в котором нуждается большинство из вас. И это потому, что я делаю из изобилия. И у меня на сегодняшний день расходов, я никогда... У меня нет такого, что у меня под подушкой лежат деньги. У меня этого никогда нет. У меня никогда нет, если ко мне кто-то придёт, скажет, займи мне денег. У меня никогда, правда, не с чего будет занять денег. У меня не лежат деньги. Но у меня всегда есть, у меня есть план, он вот у меня расписан, план, сколько у меня расходов будет на следующий месяц. Расходов для ребят, чтобы им было комфортно, приятно и клёво со мной в лёгкости работать. Расходы там на дом, на учёбу ребят, на животных расходы, на спорт расходы, на благотворительность расходов. У меня всё это записано. И вот эти вот расходы, которые я... Они идут от сердца. Это то, что мне по кайфу, это то, что кайфово. И вот эти расходы... И там такая сумма, которые некоторые берут, эту сумму в ипотеку. Но здесь дело ведь не в сумме, а в энергоотдаче моей. То есть я прописала то, что я хочу не получить. Вот сейчас вот заметьте. Я прописала то, что я хочу не получить, а я прописала то, что я хочу отдать. И каждый месяц у меня эта отдача больше и больше. На несколько сот рублей. Это не про получить, это про отдать, это не про дефицитарность, что мне нужно заработать. Это про изобилие, что мне нужно отдать каждый месяц. И когда вы идёте из этого состояния, то ваша глубина, чем больше вы планируете отдать каждый месяц, тем больше ваша глубина расходится, раскрывается. И когда вы смотрите с этих позиций, то у вас уже другое восприятие. Вы уже понимаете, что тот мир, это не про вас, это про потребление чего-либо, потребление какой-то энергии, потребление еды, потребление ресурсов, потребление внимания, потребление ещё что-то. А когда вы переходите на раздачу себя, когда вы начинаете быть просто Wi-Fi, тогда к вам идёт вот этого, на раздачу, на раздачу, всегда на раздачу. Да, круто, круто. Всё на самом деле наоборот. Люди думают, вот заработаю и потрачу. А у Светланы всё наоборот. Вот я буду тратить, и это всё приходит под эти траты, отдачи. И ценность, вот про курсы я тоже понимаю. Когда человек тратит на что-то много, там время или вот деньги, то он и ценит их так же, и так же эти знания ему даются. То есть вообще полностью согласна. Так оно и есть. Когда это просто получаешь, человек это не ценит. Когда он потрудится, платит или каким-то другим отблагодарит, тогда вот это вот важно. И входит, и польза от этого получается. Да, у вас всегда такие прямо инсайты, такие бомбические эфиры, что каждый раз. Удивительно. А я подумала, это будет глубина плаченая. Вот вы сказали, что у вас были какие-то предложения, вот эти вот интересные места глубинные посетить. Я думала, это с этим связано, а тут оказывается всё. Удивительные места, это с удовольствием. Сейчас ребята организовывают. Команда у нас растёт, потому что мы все в этом живём, мы не работаем, мы живём в этом. Вот. И сейчас, да, кто вот сочинцы ближе к Сочи, на 29-е, 29-е, 30-е, первое число, на поляне мы уже организовываем тур. Вот. Он будет тоже достаточно недорогой, можете писать просто в личку. Вот. Это будет как бы первый день по болталке с нами, потом мы идём в место силы, в горы, возвращаемся, и на следующий день мы там посмотрим, либо в зависимости от того, сколько человек либо по болталке, либо банит. То есть это будет... Но это будет не ретрит, это будет не марафон, это будут не консультации. А там больше я буду ребятам... То есть я не просто им... Как бы я их подготовлю первый день, а второй день, когда мы будем подниматься в горы, они у меня будут входить в состояние. То есть это будет про ощущения. Я каждого выведу в новое ощущение, в новую плотность. В горах это сделать очень легко. И вот это вот будет про это, про состояние новой плотности. Это когда ты не решаешь какие-то проблемы, не осознаёшь какие-то новые решения, а именно когда ты понимаешь, что есть следующая плотность, когда ты думаешь, боже мой, как я не видела вот то, что... Когда ты начинаешь вот эти вот все свои нерешённые какие-то траблы, проблемы, вопросы, когда ты их начинаешь решать просто вот на вот так, потому что ты понимаешь, к чему идти. Почему мы не можем многие вопросы или многие проблемы решить? Почему мы за них цепляемся? Мы их обусоливаем с разных сторон постоянно, только лишь потому, что мы не хотим от них избавляться, мы не понимаем, что будет там. Здесь-то всё понятно, здесь я со своей проблемой живу, я её полю людей, я её решаю с разных граней, я чувствую при каждом её решении, я чувствую себя, какое я значимо или значимо, что я вот это решил, я вот этого достиг. И ты себя как бы опять же вгоняешь в состояние лжи, неосознанной. Это не про правду. И ты тут остаёшься только лишь потому, что ты не знаешь, что там. А я хочу сейчас вот здесь вот попробовать подойти с другой стороны. Я хочу ребят вывести на ощущение другой плотности, чтобы они понимали, что здесь. И тогда здесь они максимально быстро всё решат, потому что им будет здесь уже неинтересно. они пойдут вот сюда. И это будет мой эксперимент. То есть насколько это будет другой сцен. То есть когда мы были на Алтае, у меня вот с этого Алтая, у меня просто у ребят бомбические результаты. Они действительно бомбические. Практически все, кто были на этом ретрите на Алтае, они все едут на московский ретрит, на сочинский ретрит, на алтайский и на байкальский. Они все на эти ретриты едут, потому что они поняли, что это такое. Для них сейчас не существует барьера финансовой, вот шуршала, потому что это они оставили там. И они сейчас едут за другой плотностью. Они едут укрепляться в следующей плотности себя. И это получилось сделать вот в этих вот горах. Но Алтай – это вообще место силы. Алтай, Байкал – это прям другие вибрации, понятно. Сочи – это прямо лайтовая распаковка. Ретрит на… Московский ретрит – это прям такое… Это про финансы, это про финансы, это про мужественность, это про сердце. Такая проблема с сердцем, ребят, приезжайте на московский ретрит. Проблема с сердцем там у вас уйдет, если сердечники есть. Это вибрации другие. Все, что связано с Сочи, если Сочи – это нервная лимфатическая система. Поэтому каждый выбирает все, что ему хочется. И если я что-то делаю, какой-то проект, это не для сбора, это для отдачи, это для расширения. Расширение своего, моего мира. И мой мир расширяется каждый раз от того великолепия людей, которых я встречаю, которые меня вновь и вновь начинают окружать. Поэтому присоединяйтесь 29-го числа. Там будет вообще все. Там будет другое. Светлана, у нас рука поднята у Тагира. Видимо, что-то хочет наш Тагир спросить. Слово Тагир? Да, мне, конечно, зашло. Ваши инструменты, возможности. На самом деле, все, что про потребление, это уже как бы не про нас. У нас энергообмен. Тем более, когда идет на другом уровне, на уровне сердечных чакр, на уровне состояния влюбленности, любви. И это как раз прекрасно. Но горы, это на самом деле, лучше гор только могут быть только горы. Поэтому интересно, как горы усиливают вот эти энергообмены, как я понимаю. Но в горах вообще там же плотность другая. Она прям плотная. И вот эту плотность, когда ребята смотрят через меня, они ее видят. Они видят всю плотность. Они видят эти молекулы. Они видят эту там пыль. Они могут спокойно видеть днем, они могут спокойно видеть отражение Луны на любой плоскости. Потому что это же плотность, это же все зеркало. И это спокойно можно увидеть в горах. Это очень хорошо видится и ощущается. Да, это на самом деле дорогого стоит. Я недавно как бы это все испытал на себе в практиках. Вот есть такая, как говорится, в Гималая гора, Кайлас, там на самом деле есть даже зеркала. Представляете? Они подобие зеркал Козырева. И через вот это отражение самого себя можно на самом деле усиливать свои состояния и влиять на все окружающее пространство мира. То есть я вижу, что вы в перспективе будете проводить практики, ретриты в Гималаях. Ну, почему бы и нет, да? Я только с огромным удовольствием. Супер. Много людей, которые посвященные, да? Они прошли через Гималая, через Кайлас, создали много интересного в нашем мире. Благодарю и принимаю за такой инсайд. Так, у нас тут в чате есть активный родостат. Может быть, он захочет голосом нам сказать. так как активно очень не соглашается. Вот интересно будет услышать его версии. Родостат, вы готовы включить микрофон и пообщаться с Светланой? Ну, пока у нас это в процессе. Мне бы хотелось про плотности ещё раз вот как-то понять, да, можно ли с этих плотностей быстро перемещаться или это только вот получается, когда такая уникальная обстановка, это горы, или можно где угодно переместиться? Нет, где угодно и ты начинаешь, ты же потом сначала ты как их начинаешь видеть, видеть, чувствовать, ощущать, это новое ощущение. Ты начинаешь привыкать к новому себе, к новому восприятию себя, своего тела в других плотностях. А в дальнейшем ты уже чётко осознаёшь, что ты живёшь в двух плотностях. Тебе не нужно, у тебя нет такого, что ты переключаешься прямо раз, всё, я сейчас настраиваюсь, переключаюсь. Ты сразу же, моментально, ты можешь поговорить с человеком здесь, потом раз и переключиться. И когда, например, он тебе может задать вопрос, абсолютно неважно про что, на любой его вопрос ты всегда знаешь, выдашь ему ответ, потому что ты этот ответ получаешь через него. Он же не осознаёт, что он есть и в других мирах, в других плотностях. То, что он не осознаёт, это не говорит, что его там нет. И ты просто его видишь, то есть ты через него смотришь на него же. У него сформировался данный вопрос только после того, как он стал готов к ответу. И ты просто из него достаёшь ответ ему. Он себя звучит, не может по причине недоверия самого себя, незнания, он не нашёл себя, но это всё в нём. И ты, когда это ему достаёшь, когда показываешь, что всё в нём, не во мне, не я гуру, не я учитель, не я какая-то там всевидящая, а он такой, он космос-то. Я в этот космос заглянула, просто я, у меня есть такая функция, как заглядывать в кого-то, потому что для все вы это такой огромнейший космос. Я просто вас достаю, самих вас. И когда вы осознаёте, какие вы вообще большие, какая у вас есть глубина, в вашем жизни меняется. Здорово. Так, оказывается, у нас родус, он готов пообщаться. Включайте микрофон, я его вам разрешаю включать сейчас. Давайте. Алло. Здравствуйте, как слышно меня? Отлично слышно. Да, я просто в комнате уже там, где люди сядут, и свет не могу включить, я в гостях, сейчас зовут меня Радус Вид, просто это старая ошибка подписанная, тот, который светит радостью. В прошлом я 15 лет практиковал кастоправство, массажи, травы, ну и все скажем так, физические воздействия на видеизменения состояния человека. Последний год я направляю свое внимание на автономию и на на тематику, на саунд хилинг, звуковая терапия. И вот последний год я езжу в принципе с мастер-классами, с семинарами, где я обосновываю, доказываю по поводу воздействия частоты 528 на состояние всех наших тел, на состояние магнитного поля, ну и отсюда же в принципе все, всех последствующих истекающих процессов. Так, извините, можно вас перебить? у вас вопрос есть, потому что сегодня спикер у нас Светлана, вот, и я надеялась, что у вас вопрос есть. благодарю, что вы представили. Представился, да, вкратце, чтобы вы понимали, кто я, картинку срисовали. И я вот просто слушаю то, что говорит Светлана, визуализирую с внешностью и одновременно вот, я зашел в чат, почитал о бескорыстности и тут пошло разогласие, потом начал писать в чате. Вы знаете, я через ментал выхожу и стараюсь воздействовать со всеми светлыми и с теми, кто ведет к свету других. их, и я стараюсь внедрять в информационное поле программу об программу лояльности. Потому я услышал в чате категоричность, и мне захотелось во-первых услышать ответ, конечно, есть ли вот Светлана у вас и у ваших одномышленников программа лояльности, когда вот я все понимаю, что такое мы сейчас перешли еще на вибрации, потому финансы здесь посредник между мирами. Если уже в будущем в ментале или уже существуют такие благодетельные программы, где все-таки неплатоспособные по разным причинам хотят попасть к вам на обучение или на этот волшебный пендель, толчок информационный, энергетический в сторону автономии, есть ли у вас такая программа, может быть, она разрабатывается в будущем. Благодарю. Ну, я уже говорила, что, во-первых, у меня 30%, примерно 30% у меня есть те люди, я уже это обозначила, кто не вносит денежные средства, идут на чем-то другом. Да, у меня всегда есть те люди, которые идут без оплаты. Всегда они есть. Без этого никак. У меня же все, что я делаю, это не про деньги. Это не про деньги, это не про лояльность, это не про хорошесть. Вы говорите, я смотрю через светлое, через темное. У меня в моем мире нет светлых и темных. Если в вашем мире есть светлый, вот сколько в вашем мире есть светлого, столько же есть темного. Будете вы это отрицать или нет, это уже другой вопрос, но это в любом случае, иначе не будет никакого баланса. И где вы делаете акцент, то вы маскируете другую сторону. И это тоже факт. для меня свет это присутствие знаний. Я так понимаю. знаний нет? Темнота это когда человек не хочет слушать и принимать то, что другой уже прошел. Если мы вот так разделяем визуально грань между светом то есть вы полагаете что вы свет вы даете знания тем которые бездали темные нет я просто раздаю знания кому нужно слушает кому не нужно тот не слушает у меня нету темных в моем мире вот видите а я знания знания раздать невозможно знания можно только прожить вы можете дать только информацию вы можете только передать свой опыт свое видение а другой человек если ему это если он готов будет ему это срезонирует перепрожить вот когда он перепроживет это мгновенно становится его знаниями а ваша вы можете передать только информацию я не могу передать знания я могу передать свое поле свое чувствование свою информацию а как только он перепроживет Это становится им Это становится его знанием Ну, по сути, это одно и то же самое Нет, это остальное Разное Вы же говорите, что вы знания передаете Как вы можете знания? Вы же не можете себя передать другому Хорошо, я бы хочу просто определить Понимание свет Частота 528 верт Там слов не надо Ну, давайте так Возьмем Давайте снимем Снимем акцент со слова То, что вы говорите Какая чистота, какое это Какое то, что я же вам обозначила Для меня нет Света, либо тьмы Для меня есть факт происходящего И какое бы он небо Он всегда будет для меня благостный Он всегда будет своевременно В том месте, в котором должен быть И все А то, что вы говорите 512 Это же вам кто-то сказал Вы же сами не извлекли это Вам кто-то сказал Вы это проверили Так, еще вопросы есть к Светлане? Ну, хорошо Если вы просто Я понял вашу позицию Частоты сольфеджио Сакральная геометрия Где все По углам По чертям Вообще все это Нарисовано В форме Вот это Общая наука Всеосветняя Грамота Это не кто-то мне сказал И не я просто придумал Просто есть понимание Он работает тогда Когда сердце включено Человек это чувствует Потом перезванивает И говорит Да, это работает Вот это для меня свет Если вы понимаете Извините Я вас перебиваю Вы просто, может быть Нехорошо знаете Светлану У нее тоже происходят чудеса В каждом шагу Вы, может быть Как бы не знакомы с ней Поэтому Не раскрыли ее до конца И я думаю Вот Светлана меня поймет Что Как-то мы запутались немножко В одном и том же в свете И вот у нас еще тоже свет Еще один свет У нас руку поднял Светлана Хотите что-то дополнить Родосвету? Нет, я благодарна За видение Родисвит Родисвит Если я не ошибаюсь Да Я благодарна За его За его видение И возможно Кому-то Будет интересно И кто-то даже Обратится Пожалуйста Ведь каждый идет Своим путем И он В любом случае Мы будем все там Где нам нужно быть Просто кто-то раньше Кто-то позже Кто-то через какие-то Свои осознания Но он все равно Пройдет то Что ему нужно Пройти сейчас А может Чуть-чуть больше Да Готова Следующего Послушать вопрос Так Дмитрий Включайте микрофон Я видела Что вы поднимали руку Да нет У меня вопросов не было Я просто хотел Вмешаться С Родисвитом Немножко Какое-то Непонимание Как это возникло И Причем здесь Сольфеджио И автономия А такого вопроса У меня нет Благодарю Вы как наш Воин света Пришли Чтобы Выяснить Какую-то здесь Пролить свет На запутанный Разговор Ну я думаю Светлана тоже Все поняла И каждый для себя Что-то услышал Вот Светлана Можно еще Вот тема Как бы да Вот эта оплаченная глубина Мы уже поняли Это вообще Круто 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 А вот Рост в никуда Это как-то связано С этим Это вторая часть темы А она же уже была Этот эфир Рост в никуда Это предыдущий Наш эфир был А вот так вот Просто у нас в рекламе Вышла как бы Двойная тема Я подумала Что может быть Вы хотите что-то Добавить Нет Это в тот раз Вы по-моему Прогуляли У нас этот эфир Да Да Я просто была в поездке Я вас слушала Но не могла выйти К сожалению На камеру У меня только было Одно устройство Поэтому эфир был Я так была восторжена Столько всего С вас Вытащили Что я как бы Даже и не пыталась Я как бы пыталась В эту сторону ходить Но Светлана Как-то так Была закрыта Немножко Я так С удовольствием Вообще послушала Классно Слушать Когда ты не вовлечён Ты можешь просто Вот В этом потоке быть И не нужно Ни о чём думать Это было Вообще Очень-очень круто Благодарю За этот эфир Так У нас Велегор Ручку поднял Велегор Микрофончик Можете Включать Добрый вечер Светлана Добрый Молодцы Что подняли Эту тему Насчёт Оплатности Безоплатности Всяких курсов Но у меня вопрос В другом Скажите Вам удалось посетить Тот город О котором вы говорили Когда мы с вами В прошлый раз Общались Подземный город Да Нет Я туда ещё не ездила Это же Находится Он На острове Мадейра Португалия Вот так вот Мне всегда Туда хотелось Попасть Почему-то Вот именно На Мадейру Надо же Не зря Да Но такой город Вообще На самом деле Не один Вот У нас Вообще Очень много Очень много Мест Которых Которых Мы Сказать Не знаем Это не совсем Правильно Ведь очень Многие Города Такие Как бы Закрытые Их Выставляют Наружу Показывают И так как Наш мозг Не Принимает Вот это Вот восприятие То он Его Либо забывает Про эту информацию Либо уносит Его Как несуществующий Как сказочный Но у нас Есть У нас Есть Не скажу Что прям Города Наверное Я бы назвала Как поселение Как поселение На определенной Высоте Некоторые поселения Есть на высоте Более Шести Тысяч Метров Но туда Обычному Человеку Дойти Практически Невозможно То есть Это сложно Это Это сжатый Воздух Легкие Практически Неподготовленные Есть такие Места Где люди Живут Но там Люди Они С абсолютно Другим Можно сказать Из другого Мира У них Даже Тело Другое Вот И про тело Тело Другое Про тело Тело же Тоже очень Много Можно сказать То есть Наши Например Легкие Они на сегодняшний день Состоят Из пяти долей Да Мы предполагаем Что это Вот два Легких А оно Состоит Из пяти Долей Почему Из пяти Потому что Под одной Долей Легких Осталось Сердце А второе Оно Заполонило Почему Очень Часто Бывают У нас Легочные Заболевания Потому что Там Где Одна Из долей Сердца Одна Из долей Легких Там Когда-то Было Сердце И сейчас Есть люди С двойными Сердцами Они все равно Есть Они есть Официально У них Есть это В карте Написано Но Одно Сердец У них Неактивно Как правило У вас Камера Поплыла Как правило Одно Сердце Которое Неактивно Оно Здорово Оно Ждет Своего Часа А люди Его Не умеют Запускать То есть У меня Есть Такие Ребята Они По-моему Даже Были На прямых Эфирах Женщина Была Которая Я могу Прямо Показать Документы У меня Есть Что У меня Есть Два Сердце И Со Многими Нашими Внутренними Органами Внутренние Органы Подстроились Под То Чтобы Нас Довести Хотя Бы До 70 80 Лет Жизни Изначально Вообще И органы Были Другие И Когда Вы Начинаете Перестраиваться Когда Вы Начинаете Другой Образ Жизни Вести То У вас И внутренние Органы Перестраиваются То Есть Когда Вы Многие Я просто Не могу Озвучить Некоторые Вещи Потому Что Мы И так С вами Уже На Новом Канале Правильно Поэтому Я Ребятам На Эфирах Либо На Личных Встречах На Открытых Встречах На Ретритах Я Им Рассказываю Некоторые Вещи Некоторые Вещи Про Свои Внутренние Органы Рассказывают Про зубы Про свои Даже Показываю Фотографии Про свои Зубы Это Все Есть Но В открытых Эфирах Я не могу Этого Рассказать Поэтому Ничего С этим Не сделать Но Я могу Просто Сказать Что Когда Мы Начинаем Это Видеть Когда Мы Начинаем Даже Кто-то Говорить Об Это Когда Нам Начинают Это Рассказывать Когда Мы Начинаем Видеть Когда Мы Начинаем Понимать Что Мы Знаем Только не просто же так вот эти все картинки, что вот эти вот айсберги, а верхушка айсберга, это всего лишь в лучшем случае 30%, а вообще 10% того, что находится под водой. И мы видим всего лишь от 10 до 30% то, что есть в этом мире. Именно поэтому у нас настолько наш мозг забит нашими рамками и ограничениями, что я вчера, у меня был эфир, не помню, что я ребятам рассказывала, что мы в своем мире, наш мир это то, что мы знаем. Наш мир это другие страны, это другие континенты, это планеты, другие, это все наш мир. Но мы в своем мире построили загон свой и говорим, это наш мир. И в этом загоне мы начинаем растить цветочки, выращивать каких-то там животных, там еще что-то. И вот это все говно, что там наделали животные, там сгнили цветочки, мы выбрасываем из своего загона и сидим, и ветер подумает, у нас все так красиво, откуда говном воняет. Мы даже не осознаем, если человеку сказать, что, например, вот на том континенте, какие-либо действия происходят, и в этом участвуешь ты, у него даже в голове не будет такого воображения. Он скажет, в смысле я в этом участвую? Я даже про это не знал, пока вы мне не сказали. Понимаете, насколько у нас ограничений идет? Мы не видим того, что с нами происходит. Нам все время кажется, что наш загон это наш мир. Мы в своем мире поставили загон, там живем и радуемся, что у нас так все хорошо. И кому-то из чужого загона мы начинаем говорить, а погадай мне на картах, а разложи мне как такую-то карту, а расскажи мне, что будет там-то. А этот человек находится в твоем мире, ты позволил ему быть в своем мире. Да, он тоже позволил тебе быть в своем мире, но мы сейчас не про него говорим, а про тебя. Представляете, у нас все ограничения, все какие есть ограничения у нас в 15 сантиметрах от уха до уха. Всё. Разрезайте эту ниточку, чтобы уши отвалились. Выходите из своего загона, смотрите, что всё, что происходит в мире, это в том числе происходит из вас. Вы всё время ищите своё предназначение. Ко мне приходят и говорят, а как мне найти своё предназначение? И вот у меня сегодня была с утра консультация, мне женщина говорит, мы начали с ней разговаривать про одно, потом через другое и про предназначение. И когда мы с ней начали об этом говорить, то есть я её подталкивала, чтобы она это прожила, чтобы не я ей рассказала, чтобы она это прожила. И когда она вот это вот проживала, вот эти все моменты, когда она поняла, что такое предназначение, и она говорит, боже мой, как же это всё оказывается просто. И это действительно просто. И про это я действительно и говорю ребятам. Когда ребятам хватает этого ретрита, чтобы просто прийти к самому себе, когда они вытаскивают из себя себя, и тогда уже жизнь получается, вы начинаете жить, вы начинаете уходить из состояния смерти. Мы с вами уже, по-моему, говорили, да, почему мы боимся смерти. Да, да, мы поднимали эти темы большие предназначения и смерти, сансару мы уже, да, каждый раз что-то новенькое, нет предела вообще. Мы всегда куда-то стремимся и идём дальше, дальше, дальше. Все, как говорится, придут к одной цели, да, разными путями. Кто-то в обход, кто-то прямо коротким путём. Но Светлана нас ведёт всеми путями возможными к одной и той же цели. Так, там тоже кот хочет попасть в наше пространство, в нашу плотность. Ангелина, пожалуйста, телефон наскройте на себе. Он смотрит в каталог. Извиняюсь. Да, у меня мой телефон в другую плотность стремится весь эфир, почему-то такого ещё не было. Он хочет проскользить куда-то. Да, извиняюсь, я сбилась с мыслей. Вот, Светлана, вы с нами? Да, да, да. Да, я говорю, у меня уплывает, уносит меня в другую плотность в течение всего эфира. Да, всё равно. Так, Велегор ещё руку держит. Видимо, что-то хочет добавить. Велегор. Да, мы вас слушаем. Светлана, я считаю, что это абсолютно правильная позиция. Действительно, не стоит говорить что-то такое, что сильно далеко от того, что действительно может аудитория, которая вас слушает. Нас ещё Шумшу к этому обучал, что обсуждать всякие особые возможности, можно только с теми, кто самыми обладает. Иначе из-за этого, ну, может прилетать. И не только могут канал удалить. Поэтому, если даже вы как-то пытаетесь обосновать эту позицию, говорить, что вот поэтому, поэтому я не говорю, я думаю, даже не нужно пытаться. То есть это просто, ну, не нужно лишнее говорить и всё. Просто и даже... Ну, не нужно ничего вопроса Велегор задавать в эфире. Вот с этого надо было начинать. Так, у нас ещё рука у Тагира. Да, конечно. Когда человек в своих вибрациях начинает возвышаться, происходят уникальные вещи. То есть это трансформация по телу. Вот у меня, например, отпечатки пальцев уже многократно меняются. То есть я не могу активировать свой телефон, открыть его и так далее. То есть приходится постоянно его перенастраивать. Вот такие всякие моменты. То есть и по телу происходятся вообще уникальные ощущения. То есть я телом уже начинаю ощущать любое органическое существо. Голуби начинают ко мне прилетать просто как послание какое-то. Белочки на меня просто забегают сходу не боятся. То есть я фактически живу в таких состояниях тотальное доверие всему. И животный мир это ощущает просто. Вот у вас в вашей практике что происходит? Какие-то такие моменты есть уникальные? Ну я уже говорила я их не могу назвать уникальными. Это наши базовые настройки нашего тела. И когда вы научаетесь ощущать свое тело то ты начинаешь и видеть абсолютно другие моменты видеть тело не глазами. То есть наш глаз он вообще если если мы пойдем туда дальше в состояние то мы же начинаем видеть не глазами слышать не ушами мы начинаем даже говорить вибрационно и мы четко понимаем кто из нашего окружения какую вибрацию примет интерпретирует в свое в свои знания и это идет только тогда когда ты начинаешь чувствовать свое тело когда ты понимаешь что это твой проводник что это не просто какое-то тельце которое нужно привести к каким-то нормам общепринятым чтобы другие поняли что ты такой или ты такой мы же своим телом пока общий статистический человек пытается свое тело сделать не проводником а визитной карточкой то есть фитнес-тренер он должен быть вот таким там например музыкант должен быть вот таким там кто-то еще должен быть вот таким и вот эти общепринятые общепринятые видения они очень сильно уводят самого человека и ты начинаешь тело выстраивать как визитную карточку не свое а для кого-то и когда ты выстраиваешь свое тело для кого-то чтобы тебя воспринимали как через визитку через твое тело вот так ты теряешь себя а когда ты идешь за своим телом то есть тело идет за своей чувственностью то оно само выстраивается под тебя как проводник к самому себе и это уже про другое ты можешь не соответствовать вообще никаким социальным нормам но ты будешь через свое тело чувствовать абсолютно другое другие плотности такие миры да действительно кто понимает и кто с нами на как бы на одной волне это такие вещи вообще вы глубокие всегда говорите столько происходит сознание вот переворот прям сознание а кто-то далеко совершенно то есть мы настолько видимо разделились да и живем в разных реальностей и вот это вот все равно маленькая как бы да щелочка через которую мы смотрим на мир вот она все равно у всех разная получается да я если не забуду то я следующий эфир может быть сделаю про прослужение да у нас очень много любят говорить про служение я вот люблю служить я люблю там отдавать я люблю еще что-то я делаю эфир на своем канале там как раз я про это там очень много там просто там не было ни одного нейтрального комментария там просто очень четко поделились до кого это прям вот прям выстрелило и кто это пошел прям на отрицание вот у нас похоже сегодня разделились тогда кто полностью в полном принятии да вот именно сейчас идут видимо такие энергии когда люди разделяются и у них видимо у вас есть такое что вы вытаскиваете в человеке вот это все темное что там непонятно где сидит и он проявляется в своих самых вот таких вот нехороших вариантах интересно да это нехороших вариантов это же есть он уже их вытащил для того чтобы увидеть это это же не не мое это же не ко мне это же всегда он вытаскивает самого себя а что с ним сейчас происходит при при тех словах которые я говорю не важно что я говорю важно всегда что с ним происходит Да, вы такой инструмент распаковки людей, себя. Да, очень интересно. Сегодня такой удивительный эфир. Каждый раз что-то у нас новенькое происходит. Да, я бы вас уже, наверное, покинула, потому что у меня уже следующее будет. Давайте тогда последний вопрос быстренько. Да, вот Великор спрашивает, как цвет глаз меняется? Да. Да, ну и тогда быстренько ещё, наверное, может быть, кто-то поблагодарит. У нас две руки тянутся. Вот ещё Тагир. Хотел поблагодарить, конечно, за такие инсайты. На самом деле тело — это наш инструмент, проводник тех энергий, в которых мы живём, пребываем. И на самом деле наше тело это уникальное состояние испытывает, да? И чтобы его усилить, его электропроводимость, какие инструменты можно использовать, как правило? То есть обливание водой, голодание, физические нагрузки. Может, что-то ещё есть? Тут же, смотрите, тут же абсолютно разное. Нужно смотреть вообще человек, он где? Тут много абсолютно факторов. То есть, конечно же, это холодная вода, это собирает тело. А потом, если вы, например, бежите по ровной поверхности, то вы через какое-то время можете просто уйти в себя. И там вы узнаете столько всего про себя, это будет просто вулкан. Горная местность — это про другое. Горы — это про другое. Когда вы занимаетесь любой физической активностью, вы всегда делаете акцент на своём теле. Когда вы делаете акцент на своём теле, вы научаетесь быть в теле. То есть у нас же очень часто, очень много люди начинают делать какие-то плюшки различные, чтобы выйти из тела. Но вы в нём большую часть времени не находитесь. Именно поэтому вам снятся или не снятся сны. Именно поэтому вы любите спать. Потому что вы и во сне пытаетесь быть вне тела. И вот когда вы сначала научитесь быть в теле, когда вы поймёте, что такое ваше тело, тогда у вас будут другие процессы. Тогда вы поймёте уже, что вы не тело. Вам не нужно будет из него выходить. У вас будет чёткое осознание того, что тело в вас. Благодарю и принимаю. Благодарим за такой комментарий. Вот про тело сказали. У меня сейчас тоже такой инсайт. И я сегодня смотрела фильм «Чувствовать, как это себя прекрасной». И там как раз про это. То есть тело было одинаковое, а девушка просто представила, что она красивая, что у неё тело идеальное. И она себя стала так вести, и все в неё влюбились. И потом она опять поняла, что у неё, к ней тело вернулось, она вся закрылась, а все начали говорить «Ты что?» И когда она узнала, что тело не менялось, она смогла всех убедить в своей красоте, имея то же самое тело. Это просто переворот на самом деле. То есть это в человеке. То есть если он себя полюбит, его будут так же все любить и видеть то, что он хочет, то, что он сам ощущает. Безусловно. Благодарим, Светлана. До новых встреч. Будем ждать тему какую-то, такую опять интересную, и с новыми инсайтами выходить. Благодарим. 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 Продолжение следует...